Реализация президентского проекта «Социальная газификация» началась в апреле 2021-го. До конца года в муниципалитете было полностью догазифицировано 59 населенных пунктов. К газу подключено 766 домовладений, а это около 2000 человек. Основной, конечно, тезис – это то, что жить становится комфортнее, повышается уровень жизни с точки зрения того, что отопление газом – это и дешевле, и безопаснее. И самое главное, что все работы, которые выполняются, они выполняются профессиональными специалистами и по очень доступным ценам. У нас по программе прокладка уличных сетей выполняется за счет особого газа, а уже прокладка сети по участку и внутри дома, установка оборудования – это оплачивается жителям, но оплачивается по очень опытным расценкам. Жители 111 населенных пунктов Одинцовского округа смогут получить голубое топливо в рамках программы «В этом году». Кстати, Одинцовский округ вошел в тройку лидеров среди муниципалитетов по количеству обеспеченных газом жителей. Всего в Подмосковье в прошлом году было газифицировано 1113 населенных пунктов и проложено 653 километра труб. Задачи были выполнены в полном объеме. Возможно, еще и потому, что реализация программы социальной газификации в регионе началась одной из первых в стране. Мы сейчас получаем большое количество благодарности от людей, которые действительно не могли получить газ, хотя он был вот так рядом и так необходим. Очень актуально. И сейчас уже более 2000 семей получили этот газ, сейчас пользуются с ним. Среди тех, кто уже получил заветное топливо – многодетная семья Мунтян из села Никольское. Глава семейства не нарадуется. Экономия налицо. Ведь раньше для обогрева помещения использовали электричество. Зимой выходило по 12-13 тысяч рублей в месяц. Сейчас я оплатил за первый полмесяца декабря 850 рублей. 850 рублей – это полмесяца, месяц выйдет 2000 рублей. У нас дом небольшой, получается 90 квадратных метров. Это существенная, конечно, разница. Ну да, я думаю, что где-то в районе, наверное, двух отопительных сезонов у меня, наверное, скорее всего, он полностью окупится все мои растраты. Кроме того, оплату за газификацию и все оборудование – котел, счетчик, газоанализатор – Нику производят в рассрочку. Такую возможность Мособлгаз может предоставить на полгода. Для многодетной семьи это большой плюс. Газификацию домовладения провели быстро. С момента подачи заявки до подключения ушло около трех месяцев, а сами работы заняли менее трех дней. Многие, да, с удивленными глазами на все это смотрели и спрашивали, ой, слушайте, да, вот неужели это все это работает, все, программа работает. Действие, я говорю, ну, по крайней мере, на данном моем случае, да, в моем случае все работает, программа, да, все отлично, как бы, мы довольны. Не раздумывала долго об участии в программе социальной газификации и жительнице Кубинки Раиса Абелян. Раньше провести в дом голубое топливо она не могла из-за высокой стоимости работ. Теперь с удовольствием готовят на новенькой плите, которую подарили знакомые. Экономично – это раз. Во-вторых, тепло – два. У меня была система от электроэнергии. Электроэнергия очень стала дорогая. Я платила за электронный, за обогрев, где-то 10-11 тысяч в месяц. А сейчас, врачу по электронному счетчику, где-то 3 тысячи. Семья Юрия Пушкарева перебралась в Ивановку осенью 2014 года. Тогда же хотели подключить газ. Однако из-за объявленной цены – свыше 2 миллионов рублей – от идеи пришлось отказаться. Все эти годы для отопления дома и горячей воды приходилось закупать привозной газ. В год выходило порядка 150 тысяч рублей. А в декабре прошлого года в рамках президентского проекта в дом пустили магистральное голубое топливо. Теперь оплата составляет около 5 тысяч рублей в месяц в зимний период. Проблем никаких нет. Не беспокоим, что он закончится, что-то случится. То есть обслуживаем котел, теплые полы, теплый дом. В такую зиму, когда много снега, конечно, и морозы поставим. То снег, то морозы, и все замечательно. Нам все нравится. С момента подачи онлайн-заявки на сайте Мособлгаза до заключения договора прошло всего несколько дней. Сами работы по прогладке газовой трубы по участку заняли больше времени и вышли чуть дороже стандартного договора. Чтобы не нарушить привычный ландшафт по просьбе хозяев, рабочие сделали прокол и прошли участок под землей. На доме трубу тоже практически не видно. Она того же цвета, что водосточная система и вся отделка. Рабочие также переподключили котел, который раньше работал на привозном голубом топливе, и установили счетчик, по которому Юрий теперь и платит за газ. Другой абсолютно уровень жизни. Да, за эту проблему большую. Мы закрыли для семьи, и все замечательно, все хорошо. В ночь с 25 на 26 декабря магистральный газ начал поступать и в дом Валерии Молчановой в Жаворонках. Вместе с родителями и двумя детьми она живет здесь уже четвертый год. И каждый отопительный сезон становился для них настоящим испытанием. Ежедневная чистка печного котла, регулярное подкладывание угля или дров, а еще и определенная опасность. В декабре мама Валерии, почистя случайности, пришла в котельную на час раньше положенного срока. И только этим спасла всю семью. Когда она сюда пришла, здесь уже все полыхало, коптило. Вот в этой трубе, даже видно закопченное все, стали гореть шлаки, которые упали из трубы. Начинала уже загораться стена. Если бы она в 5 часов не пришла, а пришла в 6, то я думаю, мы бы все сгорели. Но в этот же день к нам пришли подключать газ. Это такое совпадение. Больше мы им пользоваться не будем. Теперь голубое топливо бежит по трубам дома, отапливая его, обеспечивая горячей водой и даря главную радость хозяйкам дома. Возможность быстро приготовить вкусную еду на газовой плите. Благодаря президентской программе у нас появилась уникальная возможность провести в дом газ. Это был самый большой и долгожданный подарок к Новому году. Я хочу выразить благодарность нашему президенту, ну и бригаде, ребят, которые работали у нас очень профессионально. Все сделали. Главное, что это было в сжатые сроки. У нас от траншеи до подключения было всего 2 дня. Траншею по участку рабочие подготовили всего за 3 часа. Не помешал ни 20-градусный мороз, ни растущие на пути кусты малины. Их аккуратно выкопали и посадили обратно. Все оборудование разместилось в уголке кухни. Двухконтурный котел, счетчик, который сам передает показания, вентиляционная система. Порадовали семейство и первые платежки. Если раньше мы платили, если топили с электрическим котлом, который у нас был старенький, отапливал плохо, у нас выходило 15 тысяч. С дровами и с углем та же история. За свет мы платили меньше, но купить топливо это те же 15 тысяч в месяц. Сейчас нас за первый месяц очень порадовала платежка. Мы заплатили 4 тысячи. Еще около 2 тысяч за электричество. В итоге все вместе вышло в 3 раза меньше, чем прежние счета. И это в отопительный сезон. Летом будет еще дешевле. Мы не экономили, потому что у нас дети. Мы топили на полную, как раз морозы были, мы топили на полную, чтобы было тепло, даже жарко. Единственное, о чем нужно помнить всем обладателям газового оборудования в доме, это безопасность, за которой нужно следить. Для этого необходимо ежегодно заключать договоры на техническое обслуживание оборудования. Специалисты будут регулярно его проверять, а жильцы смогут спать абсолютно спокойно. У котлы это объект повышенной опасности, потому что там и нагретая вода, и выхлопные газы, и сам газ, который является взрывоопасной смесью. Поэтому обязательно необходимо, чтобы специализированная организация раз в год проводила техническое обслуживание котлов. Смотрела состояние всех прокладок, проверяла на предметы утечек, проверяла на качество работы дымохода, вытяжки, для того, чтобы в помещении не было загазованности. Объемы выполнения программы социальной газификации в этом году будут увеличиваться ежемесячно. Однако в Мособлгазе готовы к таким задачам. Более 1700 сотрудников сегодня ежедневно трудятся только на президентский проект. Это 340 бригад, 430 единиц техники. Работы одновременно ведутся более чем в 250 населенных пунктах. Это только строительные работы. Информацию о сроках газификации своего населенного пункта жители Подмосковья могут найти на интерактивной карте на сайте Мособлгаза. Там же можно подать заявку на газификацию участка и посчитать предварительную стоимость. Для удобства граждан на выбор предлагаются три пакета по оборудованию – базовый, средний и премиум. Необходимо будет только дополнительно провести вентиляцию и дымоходы. При этом потребуется лишь три документа – записи в едином госреестре на оформленный в собственность земельный участок и дом, а также скан паспорта. Реализация программы социальной газификации продлится до конца текущего года. За это время в Одинцовском округе планируется газифицировать еще более 12 тысяч домов. При этом, как заверяет директор филиала «Запад» Мособлгаза Илья Афанасьев, для жителей дегазифицированных населенных пунктов льготные условия подключения сохранятся и после 2022 года.